Ну что ж, дамы и господа, я прошел весь Elden Ring, включая DLC, и теперь могу рассказать, почему я его прошел так, а не иначе. И начнем с того, что Elden Ring вышел в 2022 году и сразу же получил восторженные отзывы как критиков, так и игроков. Вромсостверт присудили более 430 наград, Elden Ring стала самой титулованной игрой в индустрии, опередив Last of Us 2 и третьего Ведьмака. И как полагается, после такого успеха, DLC не заставила себя ждать. Ну как не заставила, надо было подождать всего 2 года. И вот 21 июня выходит DLC и рвет всему соуслайк комьюнити пердаки. Далее мы поговорим, почему порвались и как это исправить. Как утверждают многие издания, что для комфортного прохождения DLC нужен 150 уровень и выше, но определенного уровня для вхождения в DLC нету. Можете хоть с нулевым заходить и нагибать, если конечно у вас получится. У меня же после прохождения основного сюжета был казуальный имба маг 152 уровня в комплекте со слезой. Но этим магам я не смог пройти DLC, так как игра диктовала свои правила и дальше по ходу видео вы узнаете почему. Ну а теперь после небольшого вступления перейдем к анализу творения великого Миядзаки. А пока наши страдания только начинаются, поговорим о первых впечатлениях. Попав в новые локации, я испытал эстетическое наслаждение. Очень красиво, великолепно, эпично. Одно только древо упадка чего стоит. Я так понял, что это теневая сторона древа Эрт. Локации как обычно большие и как обычно пустые. Все кто говорят, что вот локации пустые, скачешь себе скачешь, поля полей, леса лесов, коры, ничего не происходит. А вы в основной игре этого не заметили? Нет. В DLC все точно так же, как и в основной игре. Из чего вы взяли, что что-то должно было поменяться. Если игрокам зашла основная игра, значит вы получите примерно тут то же самое. Великому мастеру Миядзаке плевать, чего вы там хотели. Он сделал так, как видит. Мое или ваше мнение, да даже мнение игрожеров его не интересует. Потому что он великий мастер. Он делает так, как видит. На самом деле, они переборщили с пустотой в DLC. Очень много просто пустых полей, где нет ничего. Ну прям очень много. Две локации, которые выделены для квеста со свистком и пальцами. Это просто два гигантских поля, которые занимают примерно шестую часть всех локаций. И по центру этих полей за корючками висят две фигоны, в которые надо посвистеть, чтобы попасть секретному боссу. И это еще не все. Как вам гора эпических размеров, в которой сидит одноногий дракон Бейл? Это просто туннель. Самая обычная туннельная локация, в которой ты встречаешь пару-тройку мини-боссов драконов. И в оконцовке ты приходишь получать люлей от босса на вершине горы. А еще у нас есть гнилой лес безумцев. Я не помню, как называется в точности эта лока, но она тоже абсолютно пустая. Там нет ничего. Потому что тебе не дают нормально исследовать. Кроме крыс и неубиваемых чуваков, которые тебя вон шокят, там пусто. При этом тебе надо еще проходить этот безумный лес с гнильцой в режиме стелс. Так как одна ошибка и ты ошибся. Тебя любезно отправляют на ближайший костер. И чтобы вы понимали, я в этом гнилом лесу нашел всего три костра. Всего три. Ты умрешь и начнется все по новой. Поля с фиолетовыми цветочками. Также пуста, также скучна. Я нашел там четырех боссов. Это дракон, гнилая птичка, которая накладывает на тебя эффект смерти. Еще один босс подземелья за убийство, которого дают парные мечи. И какой-то мертвяк на гнилой лошади. Кстати, после убийства этого босса я нашел там девушку цветочек. И подох там несколько раз после испития какой-то фигни. В общем, не понял, чего там надо делать и послал ее в пешее эротическое путешествие. Так как ничего не понятно. Ну что поделать. Квесты в стиле Хидетаки. При том, что тут очень много полей. Есть и локации, которые мне понравились. Это поселение Белурат, где вы встречаете первого босса маскарадного льва. Замок Энсис, где вас полюбит как следует Рилана, рыцарь двух лун. С ней вы проведете несколько незабываемых часов, любя друг друга по полной программе. Включая шлепки, стоны, крики. Вы испытаете полную гамму чувств. Ну и конечно, замок Колосожателя. В нем я провел настолько много времени, насколько смог. Так как его исследовать было действительно интересно. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Это боссы. Многие утверждают, что боссы в DLC поломаны. ТП у боссов больше в несколько раз. Я в этом убедился самолично. Если, к примеру, взять одного из самых рядовых боссов Годрика Сторукова, то у него хп будет всего 6000. А у первого босса, которого вы встречаете в DLC маскарадного льва, уже больше 22000. Если что, информация взята с Вики по Элден Рингу. Вы только вдумайтесь, в 4 раза больше очков здоровья по сравнению с боссами основного сюжета. При этом на вас наложен штраф по урону, штраф по защите. Еще и боссы ведут себя как припадочные. Скачут по всей арене и не дают времени даже выпить эстус. Или как он там называется. Короче, я буду говорить на понятном языке для всех соус лайкеров. И все это складывается в бесконечные комбо атаки, которые даже не дают тебе окно для хила или удара. Босс делает примерно 8-10 ударов. И только потом, в секундную передышку, когда у тебя уже нет выносливости, нет 80% здоровья, появляется окно для хила или удара. Веряйте сами, что делать. А потом начнется все по новой. А еще мне нравится, что у каждого босса есть ульта на всю арену. Эти конченые засирания всей арены приводят к 90% смертям. И не дай бог у тебя хп меньше 80%. Ты отправишься на небеса, как отче наш. Только в нашем случае на ближайший костер или клинкам маринки. Мало того, что каждый удар босса наносит тебе половину здоровья, ульта тебя ваншотит. Спасибо тебе, Миядзаки, за таких прекрасных боссов. Магом я смог дойти до реланы, и там-то моя жопа порвалась. Магом я смог дойти до реланы, и там-то моя жопа порвалась. Я призывал слезу, я менял билд, я изучал комбо, атаки босса, и я призвал игольщицу леда. Но релана каждый раз рвала мой зад, и я улетал в космос на жопной тяге. А теперь посмотрите в левый угол экрана, там в кружочке сидит 40-летний Скуф, у которого уже нет реакции, он уже не может так быстро реагировать на атаки бешеных боссов, он не успевает уворачиваться от бесконечных комбо-атак. И да, я Скуф, я Казуал, и я люблю эту игру, но не могу ее пройти без помощи, потому что былой реакции и задора уже нет. Мое уважение этим людям и их терпению, кто смог пройти DLC без помощи, за Трайхард чарку пенного и палец вверх. Мои поклоны вам, дорогие хардкорщики. После того, как маг показал себя с худшей стороны, я завел в DLC своего второго персонажа. Это воин в тяжелой броне Родана с огромным двуручником и пеплом войны Гоготь и Льва. На момент вхождения в DLC у воина был всего 112 уровень, но он уже показал себя с хорошей стороны, потому что обычные мобы и боссы стали выбиваться из баланса после нескольких ударов этой рельсой, и это привело к успеху. Конечно, вы поняли, мне пришлось собирать гребаные осколки древа и улучшения для слезы, потому что я без слезы не вывожу здешних боссов. А вообще, Хидетака, наверное, не знает, что такое автолевелинг в играх, когда в зависимости от твоего уровня повышается хп и урон от боссов и обычных мобов. Таким образом можно было бороться с перекачем в игре, но никак не с поисками конченых осколков, которые тебя бустят в игре. Если что, я собрал осколки до 16 уровня и больше их не нашел. Я не пользовался гайдами, чтобы быстро качнуть все уровни осколков и нагнуть всех. Хотя какой из меня нагибатор? Ну да ладно. Проходя игру все дальше и дальше, я понял, что просто большого дрына мне недостаточно. Я взял щит, могильная плита. И вот в совокупности тяжелая броня, плюс щит, плюс мега дрын, я стал себя чувствовать более или менее комфортно. И даже начал убивать боссов в соло. Но конечно не таких, как Колосожатель или Ринала, а обычных драконов и финальных боссов данжей. И нет, скиллом тут не пахнет. Это простое танкование лицом об боссах. По-другому я не умею. Месмера я вообще практически не бил. Я просто танковал, а слеза только и успевала наваливать спину Колосожателю. Мидра, владыка яростного пламени, умер примерно по такому же сценарию. Да-да-да, я знаю, я казуал, вы уже об этом мне говорили. Бейл, одноногий дракон, просто выжил меня как лимон. Щит на этом боссе просто бесполезен, потому что эта скотина летает по всей арене и создаёт ядерные взрывы, из-за которых ты не понимаешь, что вообще тут происходит. Перья огня взрывов и смерти. Ах да, камера. Если вы понимаете, о чём я, то спасибо тебе, Хидатака, за мега удобную камеру, когда ты не понимаешь, где ты и что за мешанина у тебя на экране. С таким же успехом игра может просто выключить тебе монитор и дерись как хочешь, потому что один фиг, непонятно, что творится на экране. И вот я добрался до финального босса, и меня встретила перекачанная мразота со здоровьем, как у паровоза. 46 тысяч, мать его, ХП, 46. И когда тебе прилетает по лицу от финального босса, ощущение, что по тебе проехал гружёный белаз. Каждый удар вбивает тебя из баланса. Пиздак за пиздаком я ловил не только в щит, но и в лицо. Его долбанутые прыжки в небо и метеоритный дождь, это просто жесть. Он может как спамить эту ультой, так может и просто всю первую стадию бить обычными ударами. С попа болю через не могу, и я добрался до второй стадии. И тут началась настоящая дискотека со световыми эффектами от электросварки и ядерными взрывами вселенского масштаба. Скачки по арене со скоростью света. Пиздаки непонятно откуда. Вечный спам электросварка тебе под ноги. И это веселье у меня продолжалось несколько часов. Далее я положил болт на хидатаку, положил болт на финального босса, призвал помощники живого человека, с которым мы в паре набили лицо этому паровозу. Правда умер на последней секунде, но это уже другая история. На этом я говорю вам пока. Напишите в комментариях как вам это DLC, а также прожимайте лайкос. Видите, это очень важно для меня и залетайте в телеграм по ссылочке в описании. Всем пока.